Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Мелитона Кантария, но перед началом видео просим вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Будущий герой Советского Союза, родился в начале октября 1920 года в грузинском селе Джвари. Мелитон окончил 4 класса, после чего начал трудиться в колхозе. Но проработал недолго, поскольку его призвали в армию. Когда началась Великая Отечественная война, Кантария отправился защищать родину. Он служил разведчиком 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. В 1942 году Кантария был ранен в руку, но вскоре вернулся на фронт. И хотя он выполнял поставленные задачи, выделиться у него никак не получалось. Звездный час Мелитона Варламовича пришелся на последние дни войны. Тогда шли ожесточенные сражения в Берлине. Советские солдаты подошли к Рейхстагу. В их числе был и Кантария. Красноармейцы начали штурмовать здание. Батальон младшего сержанта находился во втором эшелоне наступления. Солдаты, зачищая здание от противников, поднимались все выше. Кантария продвигался, рука об руку с сержантом Михаилом Егоровым. Им выпала почетная, но смертельно опасная обязанность водрузить знамя победы на крыше Рейхстага. Впоследствии дочь героя Советского Союза Циала Кантария вспоминала, что отец, услышав приказ, хотел отказаться от его выполнения. Мелитон, прошедший всю войну, считал, что выполнить задачу и остаться в живых не получится. Но все же Кантария не ослушался. Он решил, что раз уж суждено ему погибнуть, то пусть смерть придет за ним на крыше нацистского логова. С боем Кантария и Егоров сумели добраться до крыши. Сержант получил ранение в ногу, поэтому Мелитону пришлось тащить и знамя, и Михаила. Впереди солдат ждало самое трудное испытание – подъем на крышу. Генерал Василий Шатилов, возглавлявший 150-ю дивизию в книге «Знамя над Рейхстагом», вспоминал, что Кантарии и раненому Егорову пришлось карабкаться наверх, держась за ребра каркаса. Двигались они медленно, поскольку любое поспешное и необдуманное движение могло привести к печальным последствиям. Но несмотря на трудности, бойцы сумели добраться до нужной точки. Возникла другая проблема – никак не удавалось закрепить полотно. И тогда Кантария использовал свой ремень, с помощью которого и сумел привязать знамя. После этого солдаты начали спускаться. На это у них ушло больше времени, чем на подъем. Но главное приказ был выполнен. Произошло это поздним вечером, 30 апреля по берлинскому времени, когда в Москве уже наступило 1 мая. Интересно вот еще что, примерно в то же время несколько советских солдат также установили красные флаги. Но все они были сбиты при ночном артобстреле. Уцелело только знамя Кантарии и Егорова. За успешное выполнение приказа Кантария, стал героем Советского Союза и получил золотую звезду. Кстати, на знаменитой фотографии, сделанной военным корреспондентом Евгением Халдеем, запечатлены другие люди. Дело в том, что снимок по заданию «ТАСС» был сделан 2 мая. И Халдей для фотографии попросил попозировать других солдат. На тот момент бои в столице Германии уже практически прекратились, их жизням ничего не угрожало. Кантария и Егоров должны были принять участие и в параде победы на Красной площади. Но маршала Жукова не устроил уровень строевой подготовки бойцов. И поскольку заменить их на кого-то другого просто не хватало времени, то от затеи отказались. После окончания войны Мелитон не остался в армии. Он вернулся домой и начал приспосабливаться к мирной жизни. Кантария пробовал себя в разных сферах, менял место жительства. Но наибольших успехов добился в торговле. В Грузии его знали и уважали. И поэтому ни одно мероприятие, посвященное победе, не обходилось без его участия. Любопытный момент, Кантарии и Егорову все же довелось пронести знамя победы на Красной площади. Произошло это в 1965 году. По воспоминаниям Циалы Кантарии, в начале 1960-х годов к отцу, жившему в селе Агубедия, в гости приезжал Георгий Жуков. Маршал прибыл в компании нескольких военных и пробыл у них неделю. В селе был настоящий праздник. Народ каждый день устраивал для Георгия Константиновича экскурсии. Также Циала вспоминала, что Жуков предложил Кантарии начать учиться в Московской военной академии и возобновить военную карьеру. Но отец отказался. В 1975 году Милитон Варламович пережил сильное потрясение, узнав, что его друг Михаил Егоров погиб в автокатастрофе. Не получилось у Кантарии и счастливо встретить старость. В 1992 году началась грузино-абхазская война. Это событие ветеран воспринял очень болезненно. Он не мог понять смысла того кровопролития и часто говорил, что во время Великой Отечественной войны сражался и за грузин, и за абхазцев, и за русских. Шок подорвал его здоровье. Вместе с семьей Милитон Варламович сначала перебрался в Тбилиси, а в 1993 году в Россию. Он надеялся, что комитет ветеранов поможет ему получить квартиру в Москве. Так и произошло, но сам герой Советского Союза до этого события не дожил. Он умер в конце декабря 1993 года в поезде, в котором направлялся в столицу России, для получения статуса беженца.